С вами Азбука Инвесторы, я Николай Корженевский. Здравствуйте! Тема этой программы – эмоции, жадность. Основная цель каждого трейдера – это заработок на рынке при минимальном уровне риска. Однако прибыль, которую трейдеры ожидают от рынка, часто абсолютно несравнима с реальностью. Отсутствие ограничителей и убытка – стоп-лоссов – делает торговлю хождением по лезвию бритвы. Всему виной очередная негативная эмоция – жадность. Прибыли никогда не бывает много, и острое желание заработать ее больше, чем может дать рынок, либо удержать на том уровне, куда рынок больше не вернется, приводит к тому, что инвестор выходит из объективной зоны рынка в субъективную зону своих эмоций. Жадность проявляется в следующих торговых решениях – открытие сверхрисковой позиции или торговля в состоянии азарта. Открывая позицию с плечом, трейдер рассчитывает на положительные результаты – получение большей прибыли. Причин таких действий может быть много, начиная с отыгрывания собственных ошибок и заканчивая прислушиванием к чужим домыслам. Итог 1. Разорение. Отыгрывание ошибки. Нежелание признавать убыток, полученный в результате эмоционального просчета, зарождает у трейдера намерение вернуть все на свое место. Данная ситуация объясняется как избыточной жадностью, так и потребностью быть правым. Потребность доказать свою правоту рынку. Отыгрывание упущенной выгоды. Недополученная прибыль от движения, либо же из-за отсутствия трейдера на месте во время его начала, приводит к острому желанию во что бы то ни стало заполучить эти деньги. Путь здесь единственный – превышение риска, либо поиск псевдодвижения, на котором можно быстро отыграть упущенное. В большинстве случаев все заканчивается маржин-коллом. Покупка на длительном падении. Когда на рынке царит даун-тренд, цена с каждым днем становится все более и более привлекательной. А разумная оценка или стоимость имитента, по мнению жадного трейдера, значительно выше. При малейшем отскоке трейдер входит в позицию, при этом совершенно забывая про риск-менеджмент и систему управления капиталом. После этого падение обычно продолжается. Данная ошибка породила поговорку – купи одно дно, получишь второе бесплатно. Наш эксперт Андрей Сапунов – инвестиционный консультант инвестиционной компании «Финам». Андрей, охарактеризуете термин «жадность» на рынке? Жадность – это неумение отпускать что-либо от себя. Это состояние негармонии, неудовлетворенности и осуждения любых проявлений щедрости. Вот щедрость, кстати, есть в системной торговле. Это тот самый риск на сделку, которым вы как бы оплачиваете попытку заработать на этой сделке у рынка. Жадный трейдер испытывает постоянный внутренний диссонанс, который порождает в таком человеке страх перед рынком и желание иметь все больше и больше денег для того, чтобы обеспечить себе психологическую безопасность. Он воспринимает рынок как нечто враждебное, потому что рынок может ворваться, распахнуть окна, двери и унести все, и даже счет. А есть ли у жадности парадокс? Парадокс жадности в том, что она компенсационна. Человек какое-то время жаден, а потом срывается с цепи, и удержать его нельзя. Он теряет, тратит, разбазаривает, проигрывает, у него крадут и так далее. Он становится инфернальным. То есть он довел жадность до абсурда и подошел к крайней ее степени. Но человек не может жить в таком напряжении. Как только жадность доходит до крайней степени, и дальше подсознание уже не может ее удерживать, происходит срыв. Как, например, алкоголик срывается в запой, и деньги у такого жадного трейдера просто улетают. А потом он опять начинает бороться за денежные знаки. Жадность – это болезнь, это сон души человека. А вы сами жадны в торговле? Я бы использовал термин «алчный», потому что мои торговые системы, они как бы ищут подходящий момент для входа в рынок и заработка, соответственно, на нем. Алчность – это хорошо, а жадность никого до добра не доводила. Я получаю от рынка столько, сколько им мне отведено от того или иного движения. Андрей, а приведите, пожалуйста, пример пропуска выгодной позиции. Часто этот пропуск связан с банальной экстраполяцией двух-трех последних месяцев торгов. Вот возьмем пример недельный диапазон по графикам «Уралсвязи информа». Этот диапазон шел в течение двух с половиной лет, с 2004 года, апрель примерно, и по декабрь 2006 года. Вот трейдер, который торговал бумагу в данном диапазоне на основе транследящего метода, в течение многих раз пытался покупать данную бумагу при прорыве ценой наверх, но каждый раз сделка была убыточной, поскольку цена возвращалась обратно в диапазон и выходил он просто плосу. Вот однажды, в начале декабря месяца, он эту сделку просто не сделал. Она была той самой прибыльной, которая должна была ему и обеспечить и отбивку всех убытков, и, соответственно, получение колоссальной прибыли. Ведь тогда был начат мощный тренд по данной акции. Еще одна характерная ошибка, вызванная жадностью – накопление убытков. В этом случае нежелание отдавать свои деньги или прибыль рынку приводит к накоплению убытков. У особо жадных трейдеров оно сопровождается не только самим накоплением, но и построением пирамиды против тренда. Однако, как правило, переспорить рынок практически невозможно, и такая игра заканчивается крахом. С вами был Николай Крыженевский. Спонсор показа – ЗАО «Инвестиционная компания Финам», входящая в состав холдинга «Финам». Удачных вам инвестиций! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...